Душан парешам хигунышу садаво, гринань тики чинна бавадришодвича, гунам шапхал гун бахулика, каришнаво махат монасты, махат тамасты швабидат баван акхам. Перевод и комментарий его божественной милости. Бхак Сивиданта, с вами Шага Прабхупады. От вождорожденный Дакша людям, подобным тебе, доставляет удовольствие находить недостатки в других. Но Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки и наоборот, обнаруживая в человеке самые незначительные достоинства, превозносит их. К несчастью, даже в этой великой душе тебе удалось отыскать недостатки. Комментарий. Сати называет здесь царя Дакшу Двиджей, дваждорожденным. К дваждорожденным относятся люди, принадлежащие к высшим сословиям общества. Браманы к шатрии и ващи. Иначе говоря, Двиджа это не обычный человек, а тот, кто изучил под руководством гуру ведические писания и способен отличать хорошее от плохого. Это подразумевает, что Двиджа должен знать логику и разбираться в философии. Сати Дочи Кадакши приводит очень убедительные доводы. Возвышенные личности видят в других только хорошее. Подобно пчеле, которая ищет в цветке только мед и не обращает внимания на шипы или окраску цветка. Возвышенные личности, которые встречаются не так часто, видят в других людях только хорошие качества и не принимают во внимание их недостатки. Тогда как обычный человек различает хорошие и плохие качества. Но даже среди таких возвышенных личностей существует градация. Выше всех стоит тот, кто способен разглядеть в человеке самое незначительное достоинство и превознести его. Господа Шива иногда называют Ашутошей. Это имя означает тот, кого очень легко удовлетворить и кто готов дать каждому все благословения. Однажды некий преданный Господа Шивы попросил Шиву наградить его способностью сносить голову человеку, едва дотронувшись до нее. Господь Шива исполнил его просьбу. Хотя просьба этого преданного была продиктована не самыми благородными мотивами, он хотел убивать. И Господь Шива исполнил его желание, приняв во внимание то, что этот преданный поклонялся ему и старался его удовлетворить. Таким образом, Господь Шива счел его порог к великим достоинствам. Своему же Отцу Сати бросила такой упрек, ты полная противоположность Господу Шиве. Несмотря на то, что Господь Шива наделен столькими их достоинствами и не имеет ни одного недостатка, ты все же нашел, к чему придраться и в чем обвинить его. Приняв его достоинства за недостатки, ты утратил право считаться возвышенной личностью и лишился всех своих добродетелей. Видя других только хорошей, человек становится великой душой. Ты же, приняв достоинства другого за пороки, стал самым падшей из всех падших душ. Наму, Вишну, Падавин, Кришна, Причтхая, Буталищи, Мадхи, Бхакти, Веданта, Свами, Нити, Намини, Намасте, Сарасвати, Деве, Гау, Рабхани, Прочарине, Нир, Вишеша, Шунья, Вадхи, Пащатья, Де, Шатарине, Джайши, Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Шри, Адвайта, Гадатхар, Шивасадзи, Гау, Рабхакта, Вринда, Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. Итак, здесь история конфликта между Дакшей и Шивой. И у нас в жизни часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда возникает непонимание между людьми. Они обвиняют друг друга. Они обвиняют друг друга, считают друг друга виноватым. И спросят кого-то разобраться. Вот можете помочь. Кто из нас прав, кто нет. И преданные искренне пытаются понять. И ничего не понятно. Послушаешь одного, тот виноват. Послушаешь другого, тот виноват. И вот как разобраться вообще с этим? И с одной стороны, на самом деле, легко разобраться. Легко разобраться. Потому что есть принцип. Вот здесь как раз в этом стихе Сатя описывает универсальный принцип. Основан, который помогает определить, вообще человек правильно поступил или неправильно. Хотя обычно люди говорят, ну все относительно. Но оказывается, есть критерий, по которым можно судить. И какой же это критерий? Ради чего был создан весь этот материальный мир? Вот делать было Кришне нечего. Он решил создать материальный мир. Просто, чтобы вот, ну вот, ну как-то развлечься. Да? Или какая у него была цель? Какая цель у него была? Возвысить. Вернуть. Вернуть. Да, вернуть. Да. Наши психованные желания исполнить. И вернуть нас, в конце концов, в духовный мир. Да, мы приходим сюда под влиянием ложного эго. Ложное эго означает, что я тут управляю, я тут насхождаюсь. Вот я главный. И, соответственно, этот мир помогает избавиться от ложного эго и вернуться в свое изначальное состояние. Изначальное состояние – это состояние служения. Дживера сварупаха и Кришнера нитянас. То есть сварупа живого существа – это скуга. На самом деле, все очень просто. Вот если знать кришнаизм, вот, все очень просто становится. Сразу понятно, в чем идея закона, в карме, почему такие предписания, ради чего все это нужно. То есть не бывает правил ради правил. Это глупость просто. Везде правила, любые правила, которые где-то создаются, люди преследуют какую-то цель. То есть если мы придем на завод, там есть правила на заводе. Такие правила на заводе есть. На работе какие правила? Вовремя надо приходить, от 8 до 6 или до 5 надо работать, надо отчитываться. Зачем эти правила нужны? Какая цель этих правил? Нет. Чтобы собственник заработал денег. Других целей никаких нет. И вот эти вот, знаете, командообразование, вот, знаете, карьерный рост, вот, мы тебя обучим. Вот это все нужно только для одного, чтобы он просто больше денег заработал. Вот если людям отпуск не давать, они устроят забастовку и его убьют. Поэтому он денег не заработает. Поэтому надо им давать отпуск. Если люди не будут чувствовать себя в команде, да, они уйдут куда-то в другое место. Поэтому они должны почувствовать здесь семью. Вот для этого он ее создает. Правильно? Карьерный рост зачем нужен? Ну, чтобы они как бы соревновались, чтобы там, ну, эффективнее, выкладывались больше. Чтобы он, в конце концов, больше денег заработал. Вот если так вот, без эзотерики. Правильно? Ну, вот. Поэтому все правила, которые там, если правила не помогают цели достигать, оно бессмысленное. Ну, вы думаете, ну, Кришна, ну, не соображает, что ли? Он сотворил мир и как бы не понимал, зачем он это сделал, как он должен работать. Конкретная цель стоит – возвращение живого существа в духовный мир. Правильно? Других целей нет. Поэтому все правила здесь для этого служат. Избавление от ложного эго и развитие истинного эго. Никаких других смыслов нет. И что же приходит сюда живые существа? Они приходят под влиянием ложного эго. Ложное эго – это означает, что я хочу доминировать, я хочу как бы делать то, что мне нравится. И когда возникают несколько человек с ложным эго, встречаются вместе, у них возникают проблемы. Правильно? Они же начинают возмущаться, драться начинают. Я хочу это, я хочу вот это. И они, ну, как бы друг другу жить не будут давать. Они не будут прогрессировать. Поэтому надо ввести хоть какую-то систему в это. Поэтому возникает такая вещь, как этикет. Вот этот старший, этот младший. Ты понимаешь? Да, этот хочет как-то что-то получить, этот тоже хочет получить. Но возникает вот эта вот иерархия, возникает этикет, и, соответственно, это регулируется. Если ты, если он старший, есть критерии старшинства, там, по возрасту, по социальному положению. Если человек старше, то те, кто младше, они выражают, он почти не слушается. Ну, или, по крайней мере, уважает. Не перечит, там, как-то вот вызывает. Кришна хочет, чтобы вот видишь, он выше, у него больше достоинств. Тебе нужно это учесть, тебе нужно это уважать. Понимаешь? Он говорит, понимаю. Теперь смотри, у тебя нет опыта, у тебя нет опыта. Я понимаю, что ты тоже хочешь насхождаться. Ты тоже хочешь доминировать. Но у тебя, мужик, нет опыта. Ну, поучись у того, у кого опыта больше, понимаешь? Вот прислушайся к тому. Вот вырази ему почтение и прислушайся к нему. Тебе лучше-то будет. Вот так возникает этикет. Правильно? Очень простая вещь. И так у того и другого есть эта тенденция доминировать. Но чтобы они не подрались, чтобы они, ну, бардак вообще, не было бардака, нужна какая-то система. Вот. Ну, не просто какая-то, а система, которая вот ценности, которые важны ценности, вот перед ними надо уважение проявлять. Вот так возникла система. И вот эти разные правила, это все разные правила. Вот карман мы говорим, да, какой-то вот кармаканда, или поклонение, или аскезы. Все это для одного и того же. Избавление от ложного эго и развитие, в конце концов, развитие истинного эго. И тут кажется, что виноват, кто виноват, кто прав, кто кого оскорбил, да. Что такое оскорбление вообще? Что такое оскорбление? Это когда я проявляю насилие. Я проявляю насилие. Изначально наша природа – это уважение или служение, да, то есть служение означает, мои действия приносят благо другому человеку. То есть, а благо, значит, он прогрессирует. Избавляется от ложного эго, увеличивается истинное эго. Если вы думаете, что от ложного эго можно избавить просто ударив человека по лицу, ну вы ошибаетесь. От ударов ложного эго только больше увеличивается. Поэтому не так оно работает. И вот еще раз, служение – это означает, что мое поведение, мои слова помогают человеку прогрессировать в духовном сознании. Это служение, значит, я послужил человеку. Если мои действия приводят к тому, что человек не прогрессирует, деградирует, это уже не служение. А если еще мои действия приводят к тому, что человек деградирует, да, если он обижается, если ему больно становится, он деградирует, то это насилие. И вот оскорбление – Это означает, что человек совершает насилие над другим, делает другому человеку больно, неуважительно себя ведет по отношению к другому человеку. И вот кто тут кого оскорбил? Сатия говорит, что оскорбил Дакша, Шиву. Дакша говорит, кто кого оскорбил? Шива оскорбил Дакшу. Противоположное мнение. И можно сказать, ну понятно, Сатия, она мужа выгораживает. Правильно? Потому что это же одна сатана, правильно? Шива татва одна. Поэтому вот она его выгораживает, она говорит, ты оскорбил моего мужа, а Дакша нет, говорит, он меня оскорбил. Какие аргументы? Ну вот смотри, вот смотри, он взял, значит, жены дочь Дакши. То есть по социальной, как бы, социальной, как это называется? Иерархии. Иерархии он становится его сыном, правильно? Он становится зять, значит, сын. Значит, он должен выражать почтение, ты старше меня. То есть, когда Дакша вошел, Шива должен встать, правильно? А он не встал. И то, что Дакша стал его исправлять, он это стал делать, ну, по-отечески, сына, вот сын неправильно поступает, надо учить уму-разуму. Это не было оскорбление, это, наоборот, было воспитание, потому что Шива младший, по статусу он младший, и, соответственно, я его обучаю, где здесь оскорбление? Это благо, это милость, это сострадание. Так ведь? Так видит Дакша. Она говорит, нет, ты его оскорбил, и приводит другие аргументы. И вот обычно люди, когда разбираются, кто кого оскорбил, и судят вообще ситуацию, они судят с точки зрения, знаете, какой? Своего личного, своих личных интересов. Они из своих личных интересов, свои личные выгоды с точки зрения своих чувственных насхождений. Тут очень просто, если кто-то мне наступил на ногу, он не хороший человек. Все. Он не хороший человек. Если кто-то дал мне пирожок, он хороший человек. Вот такой критерий, очень простой. Но здесь мы видим в этом тексте, что сати, она приводит аргументы шастрические. Вот тот вот изначальный, изначальный. То есть, если чем больше ты слуга, чем больше служение в твоем сознании проявлено, тем выше ты. Чем больше эгоизма в твоем сознании проявлено, тем ниже ты. Поэтому старшинство, да, вот она с этой точки зрения, не с точки зрения зять и тесть, а с точки зрения зять и тесть, а с точки зрения качеств, вот с точки зрения качеств Господь Шива превосходит Дакшу. Дакша никак это не мог признать. Он все время точил зуб на этого Шиву, потому что все его уважали. Хотя с точки зрения Дакши, его не за что было бы уважать. Одежды нет, в пепле змеи, дреды, непонятный человек вообще. Ну, в моде не разбирается, денег нет. Ну, что-то Брама сказал, выдай дочку за этого странного человека. Ну, он выдал, потом даже Браме эту претензию предъявил. Ну, папа, ты что вообще заставил меня это сделать? Я этого не хотел. Странный человек. Он все время на него вот так вот косился, и при этом почему-то Шиву еще и уважают больше, чем Дакшу. И это его раздражало, что не мог понять, за что его уважают. И когда он не встал, то это было последней каплей. Он оскорбился, говорит, посмотрите конкретное нарушение этикета. Он младше, я старше, и он меня не уважает. Но Дакша, извиняюсь, Сати, она вот приводит аргумент, что Шива выше, чем ты. Ты худший из людей, она называет Дакша, ты худший из людей. А Шива называют лучшим из людей. На каком основании? Не потому, что она его жена, Господа Шива. Она приводит критерий, что лучший среди людей – это тот, кто находит хорошее даже там, где кажется, что его нет. А худший из людей – это тот, кто находит плохое даже там, где этого нет. Приводит пример Шива Прабхупада – мухи и пчелы. Пчела, она находит нектар, даже если там есть шипы. Она не обращает внимание на шипы. Она обращает внимание на цветы. Вот тогда как муха не обращает внимание на цветы, а она ищет какие-нибудь нечистоты. И вот она Дакши говорит – ты вот такая муха, ты худший из людей. А Шива – лучший из людей. Потому что он нашел, вот приводит Шива Прабхупада аргумент, историю про Врикасуру. Помните, Врикасура был такой поклонник Господа Шивы. И он поклонялся ему ради очень нехороших целей. На самом деле он хотел убить Господа Шива и забрать его жену. Потому что он хотел оптом решить свои проблемы. Но не как-то так, знаете, стиральную машинку хочу, потом квартиру в Кишиневе, потом денег, чтобы на всю жизнь хватило. Это мелочи какие-то. Вот если брать, то сразу правитель планеты или правитель материального мира, вот он хотел стать правителем материального мира. Взять сразу парвати жены, Шиву убрать, и он станет повелителем всего этого мира. И Шива, главное, этого не понимает, потому что он обращает внимание на что в нем? Человек старается. Он меня уважает, ты посмотри, как он старается. Притом этот Тарикасура все делал неправильно, не по шастре. Он поклонялся Шиве даже не по шастре. Он отрезал себе куски плоти, от себя куски плоти, кидал в костер. Шиве это вообще не нужно. Достаточно просто немножечко воды ганги и листик дерева бил. Бил. Все, достаточно, но тот псих просто не понимает этого. И Шива на что обратил внимание? Человек старается. Представляете, на каком он позитиве? Кришна еще на большем позитиве, чем даже Господь Шива. Вот какой аргумент приводит здесь парвати. Он лучший из людей, потому что он видит хорошее даже в очень странных людях. А ты, папа, нехороший человек с точки зрения закона Вселенной, с точки зрения Кришны, с точки зрения идеи этого мира. Ты нехороший человек, потому что замечаешь недостатки даже там, где их нет. Вот какой критерий. И мы на самом деле можем, так как у нас тема, вот несколько лекциями все время говорим об отношениях, и вот это очень хороший критерий, по которым мы можем анализировать самих себя. Это не нужно использовать для того, чтобы там кого-то тыкать. Знаете, всегда есть тенденция у этого материалистичного ума использовать информацию, которую мы получаем, и шастры для того, чтобы унижать других людей. По привычке он все использует для этого. А у тебя нет Кришна Прима Бхактии. А у тебя, что ли, есть? Но главное, что у него нет. Понимаете, вот как бы вот все используют, а у него нет признаков экстазы. Вот, у него там того нет, у него это, ну там же что-то есть, так-то ничего там нет. Идея этого не в том, чтобы искать недостатки в других людях. Идея-то в том, чтобы анализировать самого себя, потому что очень-очень-очень яркие, яркие примеры, вот, и легко можно понять, мы хорошие люди или нет. Вот сейчас мы как хорошие люди себя ведем или как плохие. Потому что хороший человек, он может принимать правильные решения, даже в конфликтных ситуациях. Даже когда столкнулись интересы, он может принимать правильные решения, потому что у него настрой правильный. А плохой человек, он в той же самой ситуации, он не может принять правильные решения. Притом он будет цитировать, притом он будет там вот все ссылаться на Шилопраупаду. И он все будет вот как бы и вроде правильно. Но по факту у него мотив неправильный, и он все это использует просто, чтобы унизить другого человека. И вот можно себя проверять просто, я сейчас как хороший человек действую или как плохой человек, с точки зрения сознания Кришны. Особенно если у нас какое-то, ну какое-то положение, и мы должны там что-то решать. Надо просто остановиться и подумать, вот сейчас я как хороший человек поступаю или как плохой. И Шиловишиначи Краварти к этому стиху пишет комментарий. И в этом комментарии он приводит анализ, он приводит 4-8 категорий людей, 4 вида хороших людей и 4 вида нехороших людей. И мы сейчас это проанализируем, ну как бы на примерах. Я могу вам скинуть эту таблицу в чат с этой же лекцией. Вы можете это использовать и просто себя по этой таблице анализировать. Вот насколько я прогрессирую, то есть в какую сторону сейчас я прогрессирую в своем сознании. Вроде Харе Кришна повторяю, а в кого я сейчас превращаюсь, в хорошего человека или нехорошего человека. Итак, саду – это человек, у которого садфагуна. Садфагуна – это означает служение. В конце концов, служение. То есть человек, сад – это вечность. И быть в садфагуне, изначально садфагуна, шуда садфагуна – это значит быть в настроении служения. Это слуга, который видит Бога повсюду. Мы с вами в тот раз уже эту шоку вспоминали, 3.26.22, где с водой сравнивается сознание человека. И в чистом состоянии сознания человек видит Бога повсюду, ему нравится его видеть. И он все время занят служением – вот это садфагуна, шуда садфагуна. Он видит фасуды его повсюду. Вот это хороший человек. И человек, который вот находится в этом состоянии, он умудряется видеть хорошее везде. Это не то, что, знаете, он такой, сам себе что-то накручивает. Он смотрит, не знаю, на испражнение и говорит – нет, нет, это прям супер, это прям зефир. То есть он не псих, понимаете, он не псих, он не накручивает себе, он просто видит реальность, он видит правду просто, реальность. Он видит энергии Бога, он видит Бога, если он смотрит на живое существо, он видит душу, а душа хорошая по природе. Мы же хорошие люди, пока не стали интернет смотреть. Мы хорошие люди, понимаете? Мы добрые вообще, мы добрые. Это природа наша. Нитя Кришнадас – это наша природа. Поэтому мы хорошие. И Махабхага, он просто видит, что все хорошие. И на самом деле так оно и есть. Это не обман, это не самогипноз какой-то. Он видит просто правду. Так? И, соответственно, тамас или вот эти асаду – это тамас. Это человек, который ничего не видит. Он ничего не видит. Он не видит эту реальность. Он видит вот просто вот через свои чувственные удовольствия. И очень просто, вот если кто-то не дает ему чувственное удовольствие или соперничает с моими чувственными восхождениями, он не хороший человек. Поэтому самый тамас, он на всех смотрит, когда у него полный тамас, он на всех смотрит и все гады. Понимаете? Все гады просто. Все плохие. Вот если вдруг прям вот такая вот тема пошла в голове, это все, это конец. Это прям вот хуже ничего уже нет. Если прям все виноваты, все нехорошие гады, то это все, это полный тамас. Даже если мы Харе Кришна повторяем. И вот Вишина Чакравартия приводит эволюцию вот этого сознания. И я на примерах вам буду показывать, чтобы вам легче было воспринимать. И вот первое, самый начинающий саду. Вот это вот будет саду, это будет асаду. Давайте что-нибудь другое возьмем. Дайте мне что-нибудь другое. Есть что-нибудь? Телефон ваш, дайте. Да, вот это телефон. Вот это асаду, нехороший человек. Как это хороший человек. И вам, чтобы легче было анализировать. И вот начинающий саду, начинающий саду, он видит в другом человеке, он видит в другом человеке хорошее и плохое, и начинающий демон, он тоже видит в другом человеке и хорошее, и плохое. Они вроде похожи, видят хорошее и плохое. Но есть небольшой нюанс в их видении, есть небольшой нюанс. Даже на этом уровне есть небольшой нюанс. Вот смотрите, вот этот саду, он видит в другом плохое. Что значит плохое видит? Он видит то, что мешает моему чувственному наслаждению. Это же есть плохое. Что такое плохое? Мешает моему чувственному наслаждению. То есть особенности другого человека, который задевает меня, мы называем недостатками. И вот он видит недостатки, особенности, которые ему мешают. Хочется кого-то в пример привести. Ну давайте вот возьмем Аруна Гаурангу. Ничего смешного. Какие вот у него, допустим, отвижу в нем достоинства и недостатки. Допустим, я вижу, у него есть достоинства, он богатый человек. Богатый человек означает, что он может позволить, не знаю, служение какое-то совершить, купить что-то, организовать. Это достоинство. Это хорошая вещь. Вот недостаток, он слишком большой. Он слишком большой. Он не влазит в двери. Ну как бы двери приходится все время. Две створки. Я так утрирую, чтобы просто было на ком-то потренироваться. И вот я вижу вот этот саду. Он видит в нем вот эти два качества. С одной стороны, хорошее качество. Хороший человек. Много делает для предных. И недостаток. Он слишком крупный. Машина не едет из-за него. Еще что-то там. И вот смотрите. И вот этот, он тоже видит в нем это же. Что вот, ну да, деньги есть, он как бы много служения делает. Слишком крупные машины, как бы лопаются шины. Вот. Оба видят это. Этот и другой. Но в чем принципиально. То есть это показывает, что вот этот материальный уровень, даже у этого саду, у него есть вот эта вот тема материальная. У него тоже есть. Он замечает. Да, это меня задевает. Все время надо покрышки менять. Это как бы вот, ну как бы сложно. Да. Вот он это видит. Он пока не отстранился от этого. Видит. Посмотрите, в чем принципиальная разница. Мишина Чакраварти об этом говорит. Что вот этот человек, он видит недостаток. Он видит достоинство. Это очевидно. Помогает, служит, видит. Но вот это вот, этот недостаток, который он тоже видит. Так как он по-доброму, то есть у него как бы все-таки лейб-мотив – это позитив, потому что он преданный. Он преданный. То он даже этот недостаток воспринимает позитивно. Что вот этот недостаток, на самом деле, в каких-то ситуациях, на самом деле, в действительности достоинство. Но если там надо что-то тяжелое поднять, то вот Аруна Гаваранга легко это может поднять. В отличие от некоторых. Вот. Если там надо, знаете, что-то там вот как-то утрамбовать, то он тоже это может сделать. Понимаете? И то, что там шины рванули, значит, они были некачественные шины. Потому что качественные шины, они как бы не лопаются, когда садится человек чуть-чуть покрупнее обычного. Вы уловили этот момент, да? Обычно мы это, вот такое видение, это по отношению к своим детям. То есть ребенок там разбил что только угодно было разбить, окна, голову дяденьки и все остальное. Но родители как думают? Да нормально, ну бывает просто. Он-то хороший. Просто окна как бы слабые, и дяденька сам как бы подлез. Не надо было здесь ходить. Но саду, саду, он не только к детям так своим, да? Он ко всем так смотрит, на всех так смотрит. Ясно, да? Вот вы можете себя проанализировать. Я вот вижу в человеке достоинства и вижу недостатки. Это уже хорошо, что я хотя бы две вещи вижу. Потому что есть хуже диагнозы. Хуже сейчас мы увидим. Диагнозы есть хуже. Я вижу уже обе вещи. Ну на что я делаю акцент? Я говорю, что ну да, у него есть недостатки. Но на самом деле это достоинство. Вот он помогает нам терпение развивать. Он рекламирует вегетарианство. Ну что, смотришь вот, смотришь на меня, но вегетарианство не рекламируется. Смотришь на него, оно рекламируется. У нас на Беговой был магазинчик, и в какой-то момент он сгорел. Но остался такой постамент. Чтобы вы понимали, Беговая, она находилась, храм на Беговой возле метро. И там вот с утра, ну все время поток людей был. Все время был поток людей. И люди все время смотрели на наш храм. И там один предный, Санатана Рупа его звали. Он такой крупный был. Вот такой вот. В два раза больше, чем он. И он ходил в джапу, повторял вот по этой платформе. Я говорю, вот это реклама и вегетарианство. Толпы людей шли. Вот это называется позитивное. Да, там какой-то человек опаздывает, да, но зато он проверяет нас, насколько мы терпеливы. Это реально, это реально человек вот так думает. Уловили, да? Теперь давайте посмотрим на этого начинающего демона. Начинающий демон, это тоже еще не самый худший вариант. Начинающий демон. Это обычный человек, даже так сказать, хороший человек. Вот его бы назвали хорошим человеком. Он смотрит, да, значит, что у него есть какая-то благотворительность, помогает, да, но при этом крупный. И он, вот то, что он крупный и то, что ширина лопаются, вот это вот он точно замечает. Это прям, ну, очевидные вещи, понимаете. Тут у него никаких сомнений нет, но это конкретный недостаток. А вот то, что хорошее, что он помогает, да, он говорит, да, конечно, он помогает, но мы-то знаем, что он помогает. От налогов хочет уклониться. Наверное, у него с президентом там какой-то договор есть, контракт. Он хороший человек, но и потом идет, как бы, что на самом деле это не очень-то и хорошее качество. Вы уловили разницу? Это же легко в себе заметить. Когда мы смотрим на человека, это не проблема, что вы, да, попросите, чтобы боговония потушили, когда предложат. Он, скорее всего, знает, да, ему сказали. Это не проблема, что вы видите в ком-то нехорошее качество. Это не проблема. Ну, то есть, есть еще. Задевает меня это еще. Задевает это мое ложное. Проблема в том, как я к этим нехорошим качествам отношусь. То есть, я это начинаю и к хорошим качествам человека. То есть, еще раз, это хорошее видит, признает, прославляет, говорит, супер. Это нехорошее. Он говорит, да, есть нюансы. Но, в принципе, порой эти нехорошие, на самом деле, хорошие вещи. Может, для меня это нехорошо, а кому-то нравятся эти крупные люди. Какие проблемы? Тогда как этот человек, у него другая тема, еще раз. Недостатки он безоговорочно признает, видит, говорит, все понятно. А хорошее? Хороший человек. Ну, мы-то понимаем, что он хороший человек. Какие-то у него тут вот есть тайные цели этого хорошего. Вот запомните этот момент в следующий раз, когда будете тебя замечать хорошее, нехорошее в другом человеке. Дальше они расходятся вот в эти стороны. Этот прогрессирует в сторону хорошего. Этот прогрессирует в сторону нехорошего. Теперь этот человек смотрит, на него же смотрит, замечает хорошее и плохое, но не акцентируется на плохом. Он замечает, но на этом вообще не обращает внимания. На крупность не замечает это. Он обращает внимание, смотрите, сколько он делает для преданных. Сколько денег, сколько служения, сколько всего. Вот это, вот это вот главное. А недостатки просто не обращают внимания, хотя замечают еще. Этот человек, он на достоинство замечает, но не обращает внимания. Он только говорит о том, что он крупный. Ясно? Идем дальше. Теперь вот эти люди, да дальше в эту сторону. Вот этот саду, он не только не замечает, он замечает хорошие качества, очевидные, что вот там служение и все такое, он это замечает. Недостатки вот эти, там крупные, не крупные, он вообще не видит. Он вообще не видит. Но мало того, что он видит явные достоинства и не видит явные недостатки, он умудряется найти достоинства, самые маленькие достоинства, самые, как сказать, незаметные достоинства и увеличить их. Переведу пример. Шел как-то вот в такую садху вечером здесь, где-то на окраине Кишинева, и на него бандиты напали. Бывают у вас бандиты здесь, да? Нет же у вас бандитов, да? Нет, у вас нет. Ну это как бы необычный был случай. И напали на него бандиты, отобрали у него телефон, избили его. Он приходит домой, в вашем там, я не знаю, домой приходит. Он говорит, что с тобой случилось? Что с тобой случилось? Он говорит, хороших людей встретил. В смысле хороших людей? Это Бешванат Чакраварти пишет этот пример, это Бешванат Чакраварти. В смысле хороших людей? Они же тебя отобрали, они тебя избили. Ну да, они могли бы меня убить, но не убили. Хорошие люди. Уловили, да? То есть, по факту, то есть, ну реально, они могли бы его убить. Но кто вообще так думает? Вас избили, да? Вы думаете, могли бы убить. Спасибо, что не убили. Хорошие люди. А вот он так думает. Он взял этот маленький, маленькое проявление души. На самом деле, это же, он просто видит душу уже, начинает. Он видит, что вот хоть чуть-чуть они проявили сострадание. И он это вот маленький кусочек сострадания, маленькую капельку сострадания, он увеличивает. Посмотрите, какое достоинство. Они могли убить, а не убили. Хорошие люди. Про достоинство явное, он это видит. Но он умудряется видеть даже вот такие вещи. Теперь, если мы возьмем вот этого нехорошего, да? То, что он видит, что там благотворительность, вот этого вообще он не видит. То, что он крупный, это он прям сильно видит. Но он умудряется найти недостатки, то есть, найти какие-то такие качества, которые не займут. Какая-то мелочь. Ну просто человек, я не знаю, ну что он может делать? Моргает часто. Он может это вот увидеть и сказать, вы посмотрите, это же демон. Вот почему он так часто моргает? Он умудряется найти недостатки там, где их нет. Он из любой какой-то мелочи может увидеть в этом недостаток. Вот это вот демон третьей категории. И вы думаете, это последняя стадия? Нет, там же еще четвертая есть. И вот этот человек, он видит, что все хорошие. Потому что он видит душу. А этот видит, что все плохие. Потому что он видит только себя. И вот еще раз, чтоб вам запечатлелось, таблицу могу выслать. Можете так периодически смотреть на нее. Вот эти двое, они видят достоинства и недостатки. Но этот человек хороший, он видит недостатки, но понимает, что они иногда могут быть, может они для меня недостатки, в принципе они могут быть и достоинствами. Этот человек видит достоинства недостатки. Но он видит недостоинство, говорит, да, это достоинство, но на самом деле там есть недостаток. Второй видит достоинство недостатки, но акцентируется только на достоинствах, не обращает внимания недостатков. Этот только на недостатках, не видит достоинств. Дальше этот видит достоинства, но находит даже такие достоинства, на которые другие люди не обратили бы внимания. Этот видит только недостатки, но находит такие недостатки, на которые другие вообще бы не обратили внимания. Этот видит только достоинства, везде и во всех, этот видит только недостатки. Зачем я все это вам рассказываю? Для того, чтобы можно было себя анализировать, хорошим мы люди или нет. И вот с точки зрения этого критерия, который мы только что прочитали, Господь Шива, как там, Атисада Уттама – лучший из хороших. И вот как раз этот пример с Врикасурой приводит Шива Прабхупада в комментарии. Он умудрился рассмотреть хорошие, даже Врикасуре, демони, которые хотели его убить. А Дакша – он худший среди людей, потому что он умудрился найти недостатки в Святом Господе Шиве. Вот это вот, а почему он не встал, когда я пришел? Знаете, зачем люди, в принципе, встают, когда выражают почтение кому-то? На самом деле, согласно третьему стихушек Шаштыки, мы должны выражать почтение каждому. Но так как каждому это как-то слишком сложно, за что я там каждому выражать почтение? Поэтому с кого-то надо начинать. Хотя бы выражай почтение тому, кто хотя бы чуть-чуть выше тебя. Правильно? Но такие преданные, такие преданные, как Господь Шива, они в постоянном поклоне находятся. Так как он медитирует, то есть почему выражает почтение каждому? Потому что видит Бога, а это его слуга, и он выражает почтение. Он Богу выражает почтение, энергиям Бога выражает почтение. Материалисты так не могут. Поэтому хотя бы кому-то кланяйся. Ты даже не понимаешь, что там Бог за ним стоит. Просто кто-то повыше кланяйся ему. Там родителям, еще кому-то, кто социальное положение занимает. Но Господь Шива, он в постоянном поклоне находится. Поэтому ему даже не нужно физически кланяться каждому. Потому что он и так все время кланяйся. Он и так выражает почтение каждому. Представляете? Но Дакша это не понимает. Он думает, он меня не уважает. А Шива его уважает. Он увидит, что Дакша хороший человек. Слуга Господа. Да, может быть там энергия какая-то еще рядом. Но Слуга Господа. Поэтому он не оскорбил Шиву. Ой, Дакшу. Он не оскорбил Дакшу. Но Дакша этого не понимал. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, это полезная вещь для анализа себя. И можно спросить, а как же тогда исправлять других людей, если я, вот этот вот, который вот здесь, он может других исправлять. Но который прямо вот здесь, вот здесь, он Уттамадхикари, он видит, что все преданные, кроме него. Но вот который поближе, или если Уттамадхикари опускается на, ради служения, на более низкий уровень, он различает хорошее и плохое. Различает, что человек делает какие-то недостатки. Ну какие-то ошибки делает. Но так как у него вот этот вот мотив служения, он хочет добра человеку. Действительно, добра хочет человеку. То он сможет исправить его правильным образом. Если, конечно, у него есть положение, полномочия, что тут определенный этикет вообще должен быть. А если человек демон, пока, то он же говорит, да это нехороший человек. И как он может справедливо помогать, исправлять правильно, если он уже предвзято относится к этому человеку. Как он будет его исправлять? Он больно сделает человеку. Даже если он по положению выше, даже если он все процитировал, даже если он там что-то сделал. У меня был опыт интересный. Два. Один из личной жизни. Оба из личной жизни. Мы там решали ваше место про одного предного. Как ему там, ловит он мышей или нет. Оставаться ему здесь или не оставаться. И что-то как стали, вспомнили все, что он делает не так. Все просто вспомнили. И очевидно стало, что его надо переселять уже в какое-то другое место. А потом, я говорю, подождите, подождите, мы что-то неправильно, не с той стороны зашли. Давайте мы с другой стороны. А что вообще? Вот что за человек-то вообще? Мы стали его прославлять. Мы стали смотреть с другой стороны. И понимаете, когда человек хороший, то, в принципе, можно найти, как помочь этому человеку. Правильно? Когда с этой стороны, знаете, хороший человек, давайте найдем возможности, как ему помочь, как устроить, чтобы было благо для него. А когда человек со стороны, он плохой человек, но не получится нам ему благо, какой-то правильный решение. И вот мы просто посмотрели на ситуацию с другой стороны и нашли другое решение. Вот такой яркий был пример. Спасибо за внимание. У нас есть минут десять на общение. Есть вопросы по теме. Как бороться с мыслями, плохими вот и человеками? Ну вот весь процесс кришнаитский, который мы практикуем, он как раз направлен на то, чтобы смотреть на мир не своими глазами, которые это зрение, оно продиктовано гуннами природы, в которой мы находимся, а смотреть глазами духовного учителя. А вот как Гуру Махарадж меня учит смотреть на вайшнауф? Как он смотрит на вайшнауф? Как он смотрит на эти ситуации? Как он поступает? Как бы он поступил в этой ситуации? Вот это наша борьба ежедневная. А так-то понятно. Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже на ногу наступают периодически. Тоже кто-то раздражает мои гуны природы. У меня тоже есть гуны природы. Поэтому как действовать в гунах природы, это уже автоматически просто происходит. Для этого даже учиться не надо. Ты просто действуешь спонтанно в мае, это мае называется, гуны природы. Но у нас все-таки есть борьба, мы стараемся. Вот это и есть практика. Я пытаюсь все-таки делать так, как Гуру Махарадж меня учат. Вот так и учимся. Не хватает сил, идем более, так сказать, продвинутым вайшнавом, у кого больше веры, у кого больше силы. Вот. Советуемся с ним. Попытаемся, чтобы как-то посмотреть его глазами на ситуацию. Вот. Уже легче будет. Да. Тонус. Да, да. Ну, вот у нас это вера Вайшнауф, что Харе Кришна нам поможет. Вот Аджамиле же помогло. Аджамиле помогло. Я вот сегодня читал как раз пятую песню, стал шестую читать. И что-то про адские планеты. Жизнь такая. Вы читали вообще про адские планеты? Так вот просто визуализировать, что там происходит. И прям вот как-то очень плохо думаешь, за что, как вообще. Слишком больно. Вот. Я думаю, как? Ну, у нас столько вот этого, до Харе Кришны, чего мы только не делали. Это же все там записано, понимаете? И я думаю, как вот, как с этим быть-то? Вот. И Шукаде Мхараш Парикши тоже переживал. Как с этим быть? Как в ад не попасть? Вот разные есть варианты. Вот. Но Святое Имя прославляется, шестая песня прославляет Святое Имя. Другой момент, что повторяем мы его, стараемся мы его повторять или нет. Поэтому общение с Ваишнавами, у которых есть сознание Кришны, и повторение мантры, так как они учат, является главным инструментом трансформации нашей. Но одна из частей практики, которую, бхакти-юги, которую мы практикуем, это также то, что мы регулируем свои гуны, в которых мы находимся. Да, поэтому там здоровье, поэтому надо привести в порядок, в комнате должно быть ровно все. Вот такие вещи мы тоже делаем. Потому что это влияет. Это влияет. Так, вы хотели, вы хотели и вы хотели. Вот три вопроса. Да, давайте. Вот здесь, в этой классификации последнее, связанное с САП, это Атимахаттама. И там написано, что он видит добрые качества там, где их вообще нет. Да. И в этой лиле, как раз, где это все описывается, кстати, говорит о том, что Шива – это просто энеркавичность. Да. А здесь описано внутреннее состояние этих людей, внутреннее состояние. Как они внешне это проявляют, там не написано. Поэтому Шива Прабхупада, он видел хорошее во всех, как у Махабхагавата. Но при этом он же не всегда говорил своим ученикам, что вы самые лучшие. Он говорит, ты негодяй. Ты даматтэ, даматтэ, даматтэ. Но внутри было именно такое видение. И как можно сказать, как можно понять. Вот помните про Мадхавендра Пури мы тоже говорили, когда он отчитывал Рамачандра Пури. Мадхавендра Пури находится на уровне Утамадхикари и Махабхагавата. Это нитя ситкость духовного мира. Но при этом он так отчитал этого Рамачандра Пури. И это было на благо Рамачандра Пури. Поэтому то, что Господь Шива вот так повел себя в этой ситуации, это было на благо Дакши. В конце концов, оказалось это благом для него. Вот в нашем же случае нам лучше сделать по этикету. Если что-то непонятно, лучше советоваться. Лучше не имитировать таких великих личностей. Для нас вот хотя бы выйти на этот уровень, где я вижу недостатки и достоинства. Но делаю акцент, что эти недостатки не такие уже криминальные, что теперь поставить крест на этом человеке. Хотя бы вот это начать делать. И даже в этом случае, если мы будем исправлять, то мы найдем правильные слова, правильные решения, правильный этикет, как исправить этого человека или через кого исправить. Потому что доброе чувство есть. У Шивы было доброе чувство по отношению к Дакши. И он выбрал лучший вариант, как эту доброту проявить. Вот мы поэтому говорим об этом. То есть, что происходит, когда мы читаем Шамад Бхагаваты. Когда вы идете в лес. Ходили в лес, тут есть же у вас лес. А что вы в лесу видите? Деревья. Вот деревья, вы думаете. Это не деревья, это березы, это ель, это клен, это чинары, или как их плотаны, я их здесь называю. Да, когда ты не понимаешь, как называются эти, ты идешь это деревья. А вот на Бхагаваты мы вас послушали, теперь вы понимаете, это не деревья, это саду и асаду. Вот это демонизм, а это уже праведность. И уже начинаете замечать. А, вот у меня появилось, я вот теперь вижу. Для этого читаем. То есть демон может понимать, что это неправильно или… Ну вы хороший демон, понимаете. Потому что демон-то не думает, что он демон. Вот спросили, ты же демон, да? Кто я? Сейчас как дам. Вот так демон думает. А вы праведник, который понимает, что есть еще какая-то демоническая составляющая, с которой я хочу бороться. Это вы праведник. То есть в принципе исправлять другого можно только на уровне вот третьем, да? На этом тоже, на начинающем тоже можно исправлять другого, потому что там тоже есть доброта. Вот. Там тоже можно исправлять, доброта есть. Там по этикету все будет делать человек. Эти-то тоже исправляют, но когда они исправляют, то они делают это из злобных чувств. Последний вопрос. Часто говоришь, когда общаешься с людьми, ты зациклен на недостатках. В ответ ты слышишь, не, я просто не наивный человек, надо быть наивным человеком, надо быть реалистом. Что вы скажете? Конечно, надо быть реалистом. Но вот этот человек, который зациклен на недостатках, он не всю реальность видит. Он видит только недостатки, достоинства он не видит. Какой же он реалист? Полную картину не видит? Он не реалист? Ну, возьмите вот эти истинные Искон и все такое. Вот, допустим, они видели бы, да, вот в Искон вот есть прям святые люди, вот реально вот посмотреть. Да, вот, конечно, тут есть вот кто в этой борьбе с Майей, там вот они потерпели поражение. Ну, бывает, да, бывает. Вот это я понимаю, реалист. Но там же только, смотрите, он говорит, в Искон все нехорошие люди. И вот там что-то там, вот любое движение в Искон, а вот это демоны. Это что за реализм такой? Какой-то сюрреализм. Вот. Спасибо вам за внимание. Гра́н Тарарши ма́д Бхагава там ки. Да. Гра́н Тарарши ма́д Бхагава там ки? Да, вы уже лично спросите. Си́добра бхагава там ки? Да.